По пункту 109 повестки дня я передаю слово генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, его превосходительству Пан Гимуну. Ваше превосходительство, господин Питер Томпсон, председатель Генеральной Ассамблеи. Ваше величество, Ваши королевские высочества, уважаемые главы государства и правительств, Ваше превосходительство, дамы и господа. Сейчас я стою здесь, испытывая глубокую благодарность за ту поддержку, которую Вы оказывали мне на протяжении того десятилетия, когда я имел честь служить этой великой организации, Организации Объединенных Наций. Принимая присягу в декабре 2006 года, я обещал работать вместе с Вами, для нас, народов. Устав – это наше руководство. Благодаря приверженности всех сотрудников нашего персонала нам удалось многого добиться вместе. Но я сегодня испытываю глубокую встревоженность. Недоверие отделяет граждан от их руководителей. Экстремисты заставляют людей делить всех на чужих и своих. Земля предъявляет для нас свои сложности. Растет уровень моря. Мы регистрируем рекордно высокие температуры и экстремальные бури. Опасность нависает над многими. 130 миллионов человек нуждаются в помощи. Десятки миллионов из них – это дети и молодежь. Значит, над следующим поколением уже нависла опасность. И все же, спустя 10 лет с момента начала моей работы, я убежден, как никогда ранее, в том, что в наших силах положить конец войне, нищете и преследовании. В наших силах предотвращать конфликты. У нас есть потенциал для того, чтобы сократить разрыв между богатыми и бедными. Для того, чтобы сделать права абсолютной и непреложной константой в жизни людей. Благодаря целям устойчивого развития мы приняли манифест для лучшего будущего. Благодаря Парижскому соглашению об изменении климата мы поставили перед собой задачу по решению глобальной угрозы для нашего времени. И мы не можем терять это время. Я прошу вас обеспечить вступление Парижского соглашения в силу до конца этого года. Нам нужно лишь 26 стран, на долю которых будет приходиться лишь 15% выбросов парникового газа. Я прошу вас помочь нам создать мир с низкими объемами выбросов, с большей устойчивостью и с новыми возможностями, гарантиями благополучия для наших детей. Уважаемые главы государства правительств, сегодня над теми достижениями, которых мы добились, нависли большие угрозы. Сегодня вооруженные конфликты становятся более затяжными и сложными. Из-за недостатков в управлении общество становится нетерпивым. Радикализация угрожает нарушить социальную сплоченность. Именно на это и рассчитывают насильственные экстремисты. Трагические последствия сегодня очевидны. От Йемена до Ливии и Ирака, от Афганистана до Сахеля и бассейна озера Чад. В сегодняшнем мире конфликт в Сирии уносит самое большое число жизней и сеет нестабильность. Но военного решения нет. Разные группы убивают ни в чем не повинных мирных жителей. Но не больше, чем правительство Сирии, которое по-прежнему использует бочковые бомбы, которое по-прежнему систематически применяет пытки в отношении тысяч задержанных. Но мощные покровители питают, подпитывают эту военную машину. Их руки тоже в крови. Сегодня в этом зале присутствуют представители правительств, которые игнорируют, содействуют, финансируют, участвуют или даже планируют и осуществляют жестокие преступления, которые происходят со всех сторон сирийского конфликта в отношении сирийских граждан. И когда нам кажется, что хуже уже некуда, оказывается, что это еще возможно. Вчера произошло отвратительное умышленное нападение на автоколонну ООН и сирийского арабского красного полумесяца. Это последний пример этому. ООН вынуждено приостановить автоколонны с помощью в результате этого возмутительного нападения. Гуманитарные работники, которые поставляют эту помощь, были героями. А те, кто их бомбит, это трусы. Ответственность за эти преступления необходима. И я призываю всех тех, кто имеет влияние, положить конец боевым действиям и начать переговоры. Уже давно назрел политический переходный процесс. Слишком долго продолжается насилие, и будущее Сирии не должно зависеть от одного единственного человека. Год назад палестинцы с гордостью подняли свой флаг в центральных учреждениях ООН. Однако перспективы двухгосударственного решения сокращаются с каждым днем. И все это время продолжается оккупация. Уже 50 лет. Я друг израильского и палестинского народов. И мне больно, что прошедшее десятилетие равнозначно 10 годам, которые потеряны для мира. 10 лет потеряны из-за незаконной поселенческой деятельности. 10 лет, которые потеряны, потому что продолжается внутрипалестинское расхождение. Растет поляризация и безнадежность. Это сумасшествие. Замещение двухгосударственного решения лишь одним государством означает провал, отказ палестинцам в их свободе и будущем. Это то, что заставит израильтян отказываться от еврейской демократии и встать на путь большей глобальной изоляции. На корейском полуострове КНДР провела пятые ядерные испытания. Это очередная угроза для региональной и международной безопасности. И при этом страдания, бедственное положение, в котором находятся люди этой страны, сохраняются и продолжаются. Я прошу руководителей КНДР изменить свою тактику и выполнить свои обязательства перед собственным народом и перед всеми нациями. В Украине насилие приводит к внутренним потрясениям. Растет напряженность по всей Европе. Продолжается геополитическое соперничество. В Южном Судане лидеры подвели собственный народ. Да и, по сути, слишком часто мы видим, как руководители переписывают Конституцию, манипулируют выборами, идут на другие отчаянные шаги для того, чтобы не лишиться власти. Лидеры должны понимать, что их пребывание у власти – это знак доверия, который им оказывает их народ. Это не их личная собственность. Поэтому мой сигнал понятен и прост. Служите вашему народу. Не подчиняйте себе демократию. Не расхищайте ресурсы собственной страны. Не бросайте в тюрьмы и не подвергайте пыткам тех, кто вас критикует. Ваше превосходительство, вчера мы добились большого успеха, прогресса, помогли людям найти убежище, укрыться от конфликта и тирании. Была принята Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах. В ней говорится о том, как спасать жизни и защищать права миллионов людей. И мы должны выполнять эти обещания. Слишком часто беженцы и мигранты сталкиваются с ненавистью. Особенно мусульмане становятся мишенью для стереотипов и подозрений. Это тревожное эхо, это тревожные отголоски темного прошлого. И я хочу сказать политическим лидерам и кандидатам. Не идите на поводу этой циничной и опасной политической математики, которая говорит вам, что вы сможете заработать дополнительные очки и голоса, если будете разделять людей и сеять страх. Мир должен выступать против лжи и искажения правды. Он должен отвергать все формы дискриминации. Мы также должны устранять те причины, из-за которых люди вынуждены перемещаться. А это подразумевает инвестиции во предотвращение конфликтов и активное участие в терпеливой дипломатии. Растет спрос на миротворчество. И мы должны продолжать укреплять наши операции по поддержанию миру с тем, чтобы страны могли сохранять мир. Меня обнадеживает тот факт, что Генеральная Ассамблея приняла план действий по предотвращению насильственного экстремизма. Этот план может помочь нам устранить причины конфликтов. В Мьянме преобразования вышли на новый многообещающий этап. В Шри-Ланке активизировались усилия по послевоенному восстановлению. В обеих странах подлинное примирение зависит от того, чтобы все общины, как меньшинство, так и большинство, участвовали в формировании нового союза. В предстоящий понедельник я поеду в Колумбию для того, чтобы участвовать в подписании мирного соглашения, которое положит конец одному из самых затяжных вооруженных конфликтов в мире. Организация Объединенных Наций будет поддерживать народ Колумбии на каждом этапе этого пути. обнадеживают и события подвижки на пути к соглашению в Кипре. Давайте поддержим этот прогресс и те решения, которые обсуждаются на данном этапе. Дамы и господа, я хочу воспользоваться предоставленной возможностью для того, чтобы выразить мое сожаление в связи с двумя ситуациями, которые очерняют репутацию организации. И что еще хуже, наносят травму многочисленным людям, которым мы служим. Во-первых, это постыдные акты по эксплуатации и сексуальному насилию, которые совершают некоторые миротворцы и другие члены персонала организации. Они усугубляют страдания того населения, которое уже оказалось в условиях вооруженного конфликта. Они подрывают усилия, которые прилагают многочисленные сотрудники ООН по всему миру. Защитники никогда не должны превращаться в преступников. Государства, члены и секретариат должны активизировать свои усилия для того, чтобы внедрять и усиливать политику нулевой терпимости в организации. Во-вторых, ситуация в Гаити. Спустя некоторое время после разрушительного землетрясения был нанесен еще один удар – эпидемия холеры. Я испытываю глубокое сожаление и глубокую боль в свете тех ужасных страданий народа Гаити, которые страдают от этой эпидемии. Новая стратегия направлена на то, чтобы облегчить их положение и улучшить условия жизни. Мы испытываем решимость, которая позволит нам выполнить наш моральный долг. В настоящее время мы совместными усилиями разрабатываем меры по оказанию содействия лицам, которые непосредственно затронуты этой ситуацией. И будем удваивать наши усилия с тем, чтобы сформировать прочную систему водоснабжения, санитарии и медицинского обслуживания. Это лучшая защита в долговременной перспективе от болезней. Однако мы не сможем добиться этих целей без политической поддержки и финансирования от государств-членов. Позднее я предоставлю вам более подробную информацию об этой стратегии. Давайте объединим наши усилия для того, чтобы выполнить наши обязательства в отношении народа Гаити. Ваше превосходительство, позвольте мне теперь вкратце рассказать о нескольких других сферах деятельности, которые, как я надеюсь, будут оставаться долговременными приоритетами для Организации Объединенных Наций. Я рада тому, что во время моего срока полномочий была сформирована структура ООН женщины. Она стала лидером в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Задача для этой структуры – это планета, на которой царит паритет. 50 на 50. Сегодня на старших руководящих должностях в Организации Объединенных Наций работает большое число женщин, как никогда ранее. А я горжусь тем, что я настоящий феминист. Женщины составляют половину всего населения, и они необходимы для достижения поставленных нами целей. Наверное, наименее задействованный ресурс в нашем мире – это потенциал женщин. Поэтому мы должны сделать намного большее для того, чтобы положить конец укоренившейся дискриминации и хроническому насилию в отношении женщин. Надо расширять их участие в принятии решений и гарантировать каждой девочке ее права, то, что она заслуживает. Я горжусь тем, что я защищаю права всех людей, вне зависимости от их этнической принадлежности, религии или сексуальной ориентации. Наш аппарат по правам человека, наряду с инициативой права человека прежде всего, направлен на то, чтобы ставить во главу угла права человека. Именно права человека являются основой общества. Это главный антидот от насильственного экстремизма и гражданского отчаяния. Мы расширяем поддержку для ответственности по защите. Нам удалось добиться прогресса по отмене смертной казни. Приняты веховые решения Международным уголовным судом и другими органами, которые обеспечивают большую ответственность. Но нужно делать еще больше для того, чтобы предотвращать геноцид и другие жестокие преступления. Гражданское общество незаменимо во всех этих усилиях. Я прошу вас всех сегодня присоединиться ко мне и сказать решительное «да» более широкому пространству для гражданского общества и независимых средств массовой информации. И решительное «нет» сокращению свобод собрания и слова. Дамы и господа, за последние 10 лет нам удалось добиться значительного прогресса в области образования и здравоохранения. Мы практически ликвидировали полиомиелит. Все большее число женщин выживают во время родов. Все большее число детей ходят в школу и живут дольше в лучших условиях. Те меры, которые мы приняли все вместе для того, чтобы победить эпидемию Эболы, подготовили нас к будущим чрезвычайным ситуациям такого порядка. Работа глобальной тактической группы по здравоохранению напоминает нам о том, что необходимо проявлять бдительность. Именно это требуется в свете возможных эпидемий. Ограничение распространения смертоносного оружия также сопряжено с определенными успехами благодаря Конвенции по кассетным боеприпасам и договору о торговле оружием, а также благодаря активным и эффективным мерам, которые предпринимаются в отношении химического оружия. Мы должны воспользоваться создавшейся динамикой для того, чтобы добиться нашей общей цели ликвидировать ядерное оружие раз и навсегда. Всемирный саммит по гуманитарной работе позволил активизировать действия, направленные на предотвращение, повышение устойчивости, сокращение потребностей. Как никогда раньше, мы делаем ставку на энергию и энтузиазм молодежи. Это стало возможным в том числе благодаря действиям моего первого посланника по делам молодежи и нового специального посланника по трудоустройству молодежи. Увеличиваются наши партнеры и по частному сектору. Мы призываем частные предприятия внедрять ответственную практику, которая лучше удовлетворяет интересам общества и всего мира. Кроме того, нам удалось добиться значительных успехов в том, что касается адаптации и реформирования нашей организации в свете реалий XXI века. Ваше превосходительство, для того, чтобы этот прогресс продолжался, нам нужно выйти на новые высоты в нашей солидарности. Иногда мы являемся своими худшими врагами. Государства-члены до сих пор не согласовали, как реформировать Совет Безопасности, а это подразумевает сохраняющуюся угрозу для его эффективности и легитимности. Мне также хотелось бы сегодня затронуть тему о крупных и необходимых реформах ради справедливости и эффективности Организации Объединенных Наций. Слишком часто я сталкивался с тем, что предложения, которые нашли широкую поддержку, блокируются во имя консенсуса лишь несколькими, а иногда даже лишь одной страной. И это делают как большие, так и малые государства. Вновь и вновь я наблюдаю за тем, как важные решения и хорошие идеи блокируются в Совете Безопасности, блокируются в Генеральной Ассамблее, блокируются во время процесса бюджетирования, блокируются во время конференции по разоружению и в других органах. И мы наблюдаем за тем, как это делают как большие, так и малые государства. Разве справедливо, что в этом сложном 21 веке лишь одна страна или небольшая группа стран концентрировали столь непропорциональную власть в своих руках? Разве справедливо, чтобы они держали мир в заложниках по целому ряду очень важных вопросах? Не надо путать консенсус с единодушием. Общественность всего мира правильно задается вопросом о том, как та организация, в которую мы вкладываем такие большие усилия, надежды и чаяния, как эта организация должна функционировать. Я предлагаю, господин председатель, чтобы вы вместе с моим преемником изучили вопрос о создании группы высокого уровня, которая будет вырабатывать практические решения, которые позволят усовершенствовать процесс принятия решений в ООН. Дамы и господа, государства должны уважать независимость секретариата в соответствии с уставом. Когда в наших докладах мы говорим то, что нужно сказать, государства-члены не должны пытаться переписывать историю. Когда наши сотрудники по правам человека работают в интересах наиболее уязвимых, государства-члены не должны преграждать им путь. Когда наши гуманитарные работники нуждаются в том, чтобы получить доступ к населению, которое находится в условиях осады, государства-члены должны снимать все препятствия. А когда наши посланники и персонал поднимают сложные вопросы, государства-члены не должны подвергать их астрасизму или угрожать им изгнанием из их страны. Мы должны быть открыты для тех людей, к которым мы служим. Мы должны отвечать перед ними. Уважаемые главы государства и правительств, есть один последний критерий изменений, которые определили последние десятилетия. Честно говоря, сложно поверить сегодня, но когда я только начал работать на этом посту, смартфон, вот такой, как этот, в мире пока не существовал. А сегодня он незаменим. Сегодня он становится абсолютно неотъемлемой частью нашей жизни. Наши телефоны и социальные сети обеспечивают связи в мире. Такие связи, о которых трудно было и мечтать в тот момент, когда я начал свою работу на этом посту. Но ими же пользуются экстремисты. Но они создают мир для новых возможностей. Все это напоминает мне о том, что в силах отдельных людей изменить мир. Ведь в конечном итоге люди объединились и приняли повестку 2030. Это наиболее инклюзивный процесс развития наших времен. Люди объединились и заставили лидеров пойти на решение о климате. И эту силу, мощь людей я наблюдаю повсеместно. Такие люди, как Ребекка Джонсон, это медсестра, с которой я познакомился в Сьерра-Леоне. Она заразилась эболой, но она выздоровела и снова начала работать для того, чтобы спасать своих сограждан, рискуя собственной жизнью. Или, например, Юсра Мордини, сирийский пловец. она смогла вытянуть свою лодку с другими беженцами, и она же поехала участвовать затем в Олимпийских играх. Или, Малала Юсавзай, которая приехала в Организацию Объединенных Наций и показала нам, как одна книга, одна ручка, один человек могут изменить мир к лучшему. Ваше превосходительство, возможно, идеальный мир еще далек от нас, но дорога к лучшему миру, более безопасному миру, более справедливому миру, она перед каждым из нас. Спустя 10 лет я знаю точно, что если мы объединимся и будем работать вместе, мы сможем пройти этот путь. Я рассчитываю на вас. Благодарю вас.